Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. В результате работы в производстве коллективы, они коррелируются с состоянием культуры безопасности. Российские атомные станции продолжают совершенствовать культуру безопасности. Привезид – это стандартная часть партнерской проверки. Смоленская АЭС готовится к партнерской проверке. Каждый из вас может дать свои рекомендации, свои предложения. Стартовало исследование вовлеченности. Выполнены были обходы в рамках административно-общественного контроля во всех подразделениях. День охраны труда на предприятии. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На сегодня выработка составляет 102,1% по концерну, превышение на 648 миллионов киловатт-часов. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе находится три энергоблока. Суммарная нагрузка 3200 мегаватт. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. Выработка электроэнергии за 20 дней февраля составила 1,17 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 256 миллионов. С начала года выработка составила 3,5 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 378 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской станции состоялось совещание главных инженеров российских АЭС под руководством первого заместителя генерального директора по эксплуатации акционерного общества концерн «Росэнергоатом» Александра Шутикова. На встрече обсудили итоги производственной деятельности и ремонтной кампании 2016 года и обозначили главные задачи на 2017 год. Результаты работы в производстве коллективов коррелируются с состоянием культуры безопасности, с состоянием аспектов вовлеченности персонала в производство. Мы вообще работали весь год в концерне и в центральном аппарате и на всех администанциях под эгидой к повышению культуры безопасности, прежде всего руководителей, с фокусом на руководителей. И эта работа будет продолжаться и в этом году. Я думаю, эта работа, она вообще такая постоянная, можно сказать, и не закончится ни одним годом, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Государственное задание по выработке электроэнергии в 2017 году, установленное Федеральной антимонопольной службой, 199,84 миллиарда киловатт-часов. До конца февраля необходимо ввести в промышленную эксплуатацию энергоблок номер один Нововоронежской АЭС-2. На июль запланирован физпуск энергоблока номер один Ленинградской АЭС-2. На сентябрь – физпуск энергоблока номер четыре Ростовской АЭС. Среди других задач 2017 года – выполнение утвержденного графика ремонтов с учетом реализации ПСР-проектов, получение лицензии на дополнительный срок эксплуатации второго энергоблока Балаковской АЭС, начало резки ОТВС на Смоленской АЭС, введение в эксплуатацию ХТРО-3 на Курской АЭС, проведение комплексного противоварийного учения группы ОПАС на Ростовской АЭС. Сегодня более чем прежде главный приоритет – безопасность. Завершился предварительный визит на Смоленскую АЭС команды экспертов Всемирной Ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции. Он проходил в рамках подготовки к партнерской проверке, которая состоится в октябре этого года. Главной целью – это согласовать условия работы большой команды, которая приедет осенью, и сделать предварительные наблюдения, чтобы иметь такое первое впечатление станции. В принципе, те цели, которые у нас были, мы выполнили. В ходе визита международные партнеры выполнили обход энергоблоков и внешних сооружений атомной станции. Провели наблюдения за эксплуатационными и ремонтными процессами, тренировками операторов на полномасштабном тренажере блочного счета управления, обсудили организационные вопросы по подготовке к партнерской проверке. Миссия ВАОЭС – максимально повышать безопасность и надежность АЭС во всем мире, прилагая совместные усилия для оценки, сравнения с лучшими достижениями и совершенствования эксплуатации посредством взаимной поддержки, обмена информацией и использования положительного опыта. Смоленск АЭС тщательно готовится к международному экзамену. По каждому направлению сформированы рабочие группы, разрабатываются и реализуются мероприятия по усовершенствованию производственных процессов и повышению эксплуатационной безопасности. На Смоленск АЭС проходит очередной этап исследования вовлеченности. «Твое мнение важно Росатому», в котором принимают участие руководители, специалисты, рабочие из разных подразделений. Исследование вовлеченности в формате анонимного анкетирования на атомной станции проходит с 2011 года. С одной стороны, это особая форма обратной связи, которая дает возможность работникам выразить свое мнение о процессах, происходящих на предприятии, в отрасли, нести предложения по улучшению, которые обязательно будут учтены в перспективе. С другой, это инструмент для руководителей, позволяющий понять уровень лояльности и удовлетворенности сотрудников, их готовность приложить максимум усилий для достижения общего результата. Мы благодарны всем тем, кто участвует ежегодно в этом процессе, поскольку анкета достаточно объемная, но, несмотря на это, каждый участник терпеливо и достаточно ответственно отвечает. Руководство заинтересовано узнать мнение своих сотрудников о ситуации в отрасли, о ситуации на самом предприятии, о ситуации в подразделении каждого. Поэтому всегда отношусь к этому положительно, отвечаю откровенно и знаю, что и мои коллеги, сотрудники нашего предприятия, тоже со мной солитарны. Исследование вовлеченности помогает персоналу лучше понимать стратегические задачи как отрасли, так и конкретно в нашем предприятии. Позволяет делать выводы определенные, скажем так, руководству отрасли, предприятия и принимать корректирующие меры, направления какие-то новые указывать для развития. Все заполненные анкеты будут отправлены на обработку, которую проведет независимая компания. К концу апреля появятся результаты в целом по предприятию и отдельно по каждому подразделению. Подведены итоги Дня охраны труда на Смоленск АЭС. В этом месяце он прошел по теме «Нарядно-допускная система производства работ. Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при выполнении работ на станочном оборудовании». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. В рамках работы Центральной комиссии третьей ступени были проведены обходы под председательством директора станции на объекте КПРАУ. Это наше подразделение ЦОРУ под председательством главного инженера. Обход проходил по электроцеху на объекте АРУ, открытое распределительное устройство. И первый заместитель главного инженера комиссионно выполнил обход в состояние охраны труда и оборудования в турбинном цеху. Заметное улучшение по состоянию охраны труда и вопросов безопасности на открытом распределительном устройстве в электроцехе проделана большая работа. Большая работа проделана в ЦОРУ. Но вместе с тем большая работа, как всегда, проделана и в турбинном цеху. Но вместе с тем выявлены те недостатки, над которыми надо работать, и которые помогут Смоленской АЭС быть на высоте, быть на шаг впереди, ну или, по крайней мере, обеспечить безопасное состояние рабочих мест, помочь нам работать без травматизма и нарушений на наших объектах. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания.